Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны прекрасное творение, И с соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. 22 апреля, день Вадима, назван в честь святого преподобного мученика Вадима Архимандрита. Он был чист от всякой скверны, и никакому злобному делу не было в нем места. Коростолюбие далеко было от него, вожделения угасли и не могли вредить ему. Он был чужд всякой страсти к приобретению, и не способен соблазниться с золотом. Гордость перед ним смирилась, высокомерие было попрано им, как прах. Нищета же и кротость возлюбили его. Согласие и единомыслие обитало в сердце его. Этот день у наших предков имел название Красная Горка, Лельник. Оказывается, в старину Красной Горкой славяне называли возвышенность или холм на краю села. Там ставили специальную скамью, на которую посередине сажали самую красивую девушку и назвали ее Ляли. По обе стороны лавки укладывали разнообразные дары. Окружали их скамью-венками из цветов и водили хороводы, пели обрядовые песни. Так же, как и 21 апреля, набирали ключевую воду в источниках и говорили. Царь водяной, царь земной, царица водяная, царица земная, дай мне водиться на добрая здоровьица. Продолжали чистить родники и гадали на них о смерти и болезни близких людей. Шли к воде молча, ни с кем не разговаривали. По приходу к источнику начинали молиться, оборачивались на четыре стороны, загадывали на живое и на мертвое. И если в ключе вода была светлой, как стекло, значит человек, о котором думаешь, проживет долго и болеть не будет. Если вода начинала бурлить, это предвещало смерть. После этого шли и вновь ни с кем не разговаривали, будь это знакомый или незнакомый человек. Приметы. А дубанчик сегодня зацвел, пришла весна. Если к этому дню погода плохая, то лето будет сухим. Если в гнездах у птицы яиц меньше, чем обычно, лето будет неурожайным. Если восход солнца был с белесыми бликами, следующий день будет ясным. Ветер дует и в воздухе висит туман, год будет урожайным. Пошел дождь хорошему урожаю. Кулик прилетел, началась весна. Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Прослушайте объявление. Впервые книги целительной силы, вот так, появились 15 мая 1989 года. Далее они были расширены, изменены. Вот такую серию. Первый том, второй том, третий том и четвертый том. То есть, общечеловеческие знания были объединены в систему, которую можно использовать для оздоровления организма. И не просто для оздоровления организма, но и для лечения. Что же я предлагаю вот в этих книгах? Мы с вами прослушали прямой эфир с Катериной. Живая еда. Вы можете его посмотреть. В 30, примерно там 3 года, ей предстояло 3 операции. Вот были нажены такие болячки. Это, значит, удаление матки по-женски. Это удаление груди. И это еще операция на щитовидной железе. То есть, 3 операции. То есть, медицина современная решила с этим человеком поступить вот так. Ей попали вот эти книги. Еще разок я их вам представляю. Эти книги попали. Человек, я так понял, был неподготовленный, специально не образованный. Все знания были в этих книгах. Прочитал, помыслил, начал делать. Через полгода Екатерина пошла в больницу, с которой вышла на крыльях радости. Подобной радости она вообще не испытывала в жизни. Потому что все диагнозы были сняты. Благодаря той работе, проделанной по этим книгам. Что же я предлагаю в этих книгах? Это вот лечение, это рецептура. Или что это такое, что вот книги так поделали. Три операции современные, значит, врачи предлагали. Оказалось, что можно без всего этого. То есть жить со своей собственной маткой, которую собрались удалить. Жить со своей грудью, которую также собрались удалить. Операции на щитовидной железе, и, как правило, человека сажают либо на гормоны, либо на таблетки. И этого, оказалось, не надо сделать. Что же чудодейственно предложено в этих книгах? Говорю, ясно и понятно. В этих книгах предложена нормализация организма. Это даже не лечение, а нормализация организма. За счет которой происходит выправление всех этих процессов, неправильно происходящих в организме. И в результате чего те заболевания, которые были, исчезают? С помощью чего мы это все нормализуем? С помощью очищения толстого кишечника. Вспомните ее рассказ, что она говорила. Выходило из толстого кишечника бурые водоросли и прочее, прочее, прочее. Очищение печени. Очищение печени для того, чтобы нормализовать кровообращение. И все виды обмена веществ, которые там совершаются. Далее мы там, если надо, и чистим, и почки. Есть такие там процедуры, которые дальше нормализуют работу нашего организма. Плюс закрепляем все это правильным питанием. Правильным питанием, которое свойственно человеку. Все. Ну и естественно, голова должна работать соответствующим образом. Чтобы не было у нас сбоев за счет вот этих всех эмоций, потрясений и прочее, прочее. Когда человек вот тут уже не до оздоровления, не до чего. А потом, когда пройдет вот этот вот, знаете, эмоциональный вот этот вот удар, он захочет жить, организм весь разлажен. Еще разок повторю. В этих книгах приведена система, как с помощью естественных средств, даже не лечебных, естественных средств, нормализовать работу своего организма с помощью очищения, с помощью правильного питания и с помощью правильной работы своего собственного сознания. Теперь у нас не 1989 год, когда эти книги стали появляться, а 2021. И я проделал огромную работу для того, чтобы надиктовать их. Смотрите, какая была проделана работа. Только по первому тому, я вам скажу. Мне потребовалось 22 дня для того, чтобы диктовать. Диктовка, вот я сидел, заняла 23 часа. Из этих 23 часов я потом сижу над компьютером и правлю для того, чтобы не было никаких затычек, плямканье и прочее, 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 прочее. В результате чистое время получается первый том занял 14 часов материала надиктованного. Я закончил первый том, то есть проделал огромную работу. Я закончил второй том уже. Я сейчас нахожусь примерно в середине третьего тома и остается четвертый том. Что я вам предлагаю? Естественно, мои книги в свободном доступе. Вы можете читать, делать. Если же вы хотите получить эти книги для того, чтобы вот где-то вы находились не рядом с компьютером. Ну, вообще, если вы хотите их получить в аудио формате, то все четыре тома, это я уже выступаю как коммерсант, будет стоить тысячу рублей. То есть 250 рублей каждая книга. Если это вам надо. Я-то вообще думаю, что всем это надо, но я не собираюсь вам что-то насильно нагазать. Итак, если вы решились приобрести вот эти вот мои аудиокниги, все четыре, я формирую сначала, как везде это делается, тираж. Сначала просто, просто заказ я приобретаю. И как только сформируется тираж, знаете, тираж как минимум тысячу человек захочет их приобрести, значит я начну рассылку и вы начнете их приобретать. Ранее высылать. Я уже давно прошел через все это. Люди приобретут, кому-то подарили, кому-то передали, кому-то еще что-то и так далее. Еще разок хочу сказать, я даже не хочу сказать, что это огромный труд по написанию. Я просто хочу получить разумную цену за тот труд по диктовке и коррекции этих всех книг, которые я проделал. Надумали приобретать, сообщайте мне на электронную почту, я вас занесу. Наберется тысяча, будет. Не наберется, ну что поделаешь. Значит, они тогда не нужны. И тогда вот те три операции, которые должны были предложены Катерине, кто его знает. Не дай бог, чтобы это коснулось вас. И в результате вместо здорового человека мы бы получили инвалида. К сожалению, вот так вот жизнь действует. Не знаешь, не хочешь, ну получи то, что получишь. Вот такой я на сегодня. На сегодня.